Добрый день, уважаемые коллеги! Я представляю вам самого лучшего артиста на постсвестном пространстве, душевного лирика. И самого прекрасного исполнителя песен про женщину, это Сергей Петрович Любавин. Уважаемые коллеги, давайте вопросы. Спасибо, друзья, очень приятно, что в таком составе. Все молодые, все бойкие, не стесняйтесь, задавайте вопросы, я готов. Сергей Петрович, мы вас рады видеть в Украине, в Житомире. Мы знаем, что это ваш первый концерт, но нам известно, что вас много связывает с Украиной, что у вас супруга с Украины. Очень много... Нет, супруга не с Украины, у меня мама, у нее корни с Украины. И более того, у меня дядя до 80, не соврать какого года, мой дядя родной работал директором киностудии Дорженко. Поэтому... Но сам я в детстве никогда не был здесь у вас в Украине. И в принципе, то, что касается сольных концертов, это действительно первый концерт. Были какие-то заказные мероприятия, когда там у кого, ну, приглашали в таком узком кругу. Но сольные концерты, это действительно первые. Вот спасибо ребятам-организаторам, они вот сумели это организовать. Все, я думаю, что на радость зрителям все это состоится сегодня. Какие у вас впечатления сложились об Украине? Может, есть какие-то любимые места в Украине у вас? Ну, дело в том, что я не знаю сейчас какую-то школьную вашу институтскую политику, как здесь. Но одним из любимых моих писателей это Николай Васильевич Гоголь. И поэтому я, в принципе, вот это все впитал. То, что называется «С молоком матери», вот эти вот все его вечера на хуторе. И дальше уже это произведение. И, в принципе, есть некий колорит украинский. Вот это язык, мова, кухня, опять же. А поскольку я сам родился и вырос в Сибири, в Новосибирске, у нас очень много украинцев в Сибири. Очень много. Это, как бы сейчас сказали, большая диаспора. И поэтому вот элементы, обороты речи, что такое сибирский язык, это смесь вот украинского, белорусского, российского наречий каких-то разных. Вот. И все равно, по большому счету, я, сейчас мы приехали из Белоруссии, у нас было много городов, тур был большой, аншлаговый концерт тоже. И я всегда говорю, и сегодня скажу, не будет исключения на концерте, что мы все равно единый народ. Единая культура, единая какая-то ментальность, образ мыслей, какие-то устремления, песни, сказки, фольклор и все прочее. Очень много связывает и, ну, разъединяет только какие-то вещи политические, наверное, или что-то такое. Потому что простые люди, они вот как бы реагируют, и музыка, мало того, что я вот сейчас был в Белоруссии, сам воспитывался там на то, что называется постсоветское пространство, это ансамбль песниры. В Украине тоже много великолепных певцов, певиц, я знаю, и великолепные голоса, самое главное. То есть мама мне всегда говорила, что лучше, чем на Украине, вообще не поют, вот тогда в Российской империи. В общем, такая концентрация голосов, это вот в Украине. А какие песни пела вам мама в детстве? Ну, какие там украинские, «Дивлюсь я на небо», «Пойду, ухода», ну, что такое. Я много знаю, я могу не точно, допустим, на море что-то, но песни я практически украинские, народные знаю практически все. Сергей Петрович, вот уже, как упоминалось, вы родом из Новосибирска, вот, и все начиналось именно вот оттуда, потому что еще со школьной скамьи вы создали музыкальный коллектив. Расскажите о нем, пожалуйста. Это было очень давно, в конце 80-х годов, коллектив назывался «Вояж», и мы объехали всю Сибирь, восточную, западную, давали концерты. Тогда своих песен было еще немного, мы исполняли песни тогда, как говорили, советских композиторов, народные какие-то вещи в обработке делали. Вот, ну, это вот такой был коллектив, и очень приятно, что все его участники на сегодняшний день живы-здоровы и занимаются музыкой. Ну, два человека ушло, но трое занимаются музыкой, и люди с высшим консерваторским образованием, то есть они мне тоже в свое время очень много дали, вот, как музыканту в развитии именно вкуса какого-то, вот, я очень им благодарен. А вот еще тогда, вот, вы пробовали писать, там, музыку, слова, вот, что-то такое? Да, были первые песни, как раз с этого все и началось, вот, из этого ансамбля, из «Вояжа», и первые песни прозвучали именно в его составе, мои песни. Ну, сейчас я не буду их приводить, не буду пытаться спеть, потому что, ну, такие, ну, на мой взгляд, это такое наивное творчество, для начинающего композитора это нормально, как бы, ну, сейчас-то, может быть, и не стоит вспоминать. Наверное, любовь к поэзии вам привел отец, потому что мы знаем, что он писатель. Да, точно, он долгое время работал журналистом, потом вступил в члены союза писателей, стал писателем, и, конечно, то, что касается литературы, чтения, поэзии, это его заслуга впрямую. Вот, то, что касается музыкальной части, музыкального раздела, это мама. Ну, и брат, брат мой, старший брат, который научил меня на гитаре играть. Нам известно, что ваш любимый, можно так сказать, поэт это Есенин. Ну, не то, что любимый, просто так сложилось по жизни, что на стихи Сергея Есенина у меня записана целая программа, песни на стихи Сергея Есенина, которые я презентовал в Санкт-Петербурге. И, в принципе, наверное, это из любимых поэтов, я люблю очень и Цветаеву, и Анну Ахматову, и Кольцова, и Блока. Вот, но он самый песенный поэт, вот его стихи они располагают. И, ведь, заметили, там статистику проводили, что именно на стихи Сергея Есенина написано больше всего песен, и людей пробовал писать на его стихи. Потому что сам размер, ритм, он предполагает, чтобы именно на это стихотворение написана была музыка. Сергей Есенин, пожалуйста, на каком же любимый стихи Сергея Есенина, есть ли такое любимое? Да все практически. Несказанное, синее, нежное, тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя, море безбрежное, дышит запахом меда и гроз. Сергей Петрович, сегодня Украина празднует День вооруженных сил Украины. Мы знаем, что вы трижды были с концертами в Чечне. Расскажите, как там вас солдаты встречают? Да, сегодня, я надеюсь, что все будет хорошо, я исполню эту песню, поздравлю и Украину с этим замечательным праздником. И здесь я провожу всегда аналогию того, что все-таки, в первую очередь, война – это не самоцель для народов, а война – это то, что объединяет народы, и в частности, та Великая Отечественная война, которую мы все выиграли, и белорусы, и украинцы, и россияне. И на самом деле нужно вот об этом помнить больше. А то, что случаются локальные конфликты, в том числе и Чечня у нас, Кавказ – это, конечно, не есть хорошо, но тем не менее, как бы, такие вот инциденты случаются, локальные вот эти вот конфликты. И здесь, как и много лет назад, героизм простого солдата, вон, как бы, на лицо людей. Боюют по приказу, защищают Родину точно так же. Одна из самых популярных Ваших песен – «Краденное счастье». Это женщина. Расскажите, как она появилась в Вашем репертуаре? Ну, уже много, на самом деле, новых. Да, ну, просто вот мы сегодня ее слышали. Это женщина, да, она называется. Это не секрет, что это женщина. Во-первых, мне очень приятно, что я это говорю, и, может быть, кто-то из Вас не знает, но автор этой песни – это украинский автор Анатолий Матвейчук. Замечательный, как бы, автор, я считаю, очень самобытный, талантливый. И почему-то в моем исполнении стала она популярна в России и здесь пользуется. Ну, может быть, потому что какой-то вот у меня такой период жизненный был, какой-то там любовь, там что-то такое. И как раз я услышал эту песню в исполнении Анатолия. Я к нему обратился, говорю, Толя, можно, я буду просто исполнять. Вашу песню он мне разрешил. Я сделал сам аранжировку оригинальную и спел эту песню. Сейчас вот такой номер у меня даже в программе есть. Если сегодня будете на концерте, вы увидите, как бы, с цветами, там, ну, такой роскошный номер под эту песню. Вас называют одними из самых стильных певцов-мужчин российской эстрады, ну, российского, России, да? Мы знаем, что первый ваш костюм вам лаймвайкули. Да, особенно, когда стильный певец выходит из вагона после проезда, да. А кто вам сейчас гардероб подбирает? Дело в том, что это тоже не какая-то самоцель. Ну, любой, наверное, артист, он должен красиво одеваться, аккуратно, опрятно выходить на сцену. Вот. У меня нет какой-то самоцели, там, менять костюмы 18 раз за вечер. Вот. Но, тем не менее, я считаю, какой-то определенный стиль должен быть. Это либо строгий классический стиль, либо какой-то стиль такой, ну, то, что характеризует, как бы, вот, чтобы женщина сказала, что вот на сцене мужчина стоит. Вот какие-то для этого минимальные атрибуты, они нужны. И я им следую, вот только и все. Сергей Петрович, вот, смотря на нынешнюю ситуацию, да, на нашей сцене, не все вокалисты имеют образование. Вот вы, как человек образованный, да, закончивший училище имени Гнесиных, как вы считаете, нужно образование для вокалиста, или это просто должен быть талант? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. На самом деле, я глубоко убежден, что прежде всего, все равно играет роль талант. То есть, я знаю точно, что и процентов 90, может быть, и больше и российских, и украинских исполнителей, они не имеют базового музыкального образования. Но тут вопрос в следующем. Сначала, естественно, талант. Тебя любит народ за талант. Как ты подаешь, твоя подача, твой образ на сцене, вот, и никому не интересно, и многие даже не сдаются вопроса, учился этот человек, ты там, знает он ноты или нет в музыкальной школе. Но есть такая штука, что все-таки базовое образование какое-то, оно дает то, что ты, вот у меня коллектив, в этот раз первый концерт, мы приехали совсем минимальным, маленьким составом, но у меня коллектив 10 человек, и вот это вот как раздает общение с музыкантами, с полуслова мы друг друга понимаем, какая гармония, какая тональность, что можно поменять в концерте, что можно изменить на музыкальном языке, это все мы с друг с другом разговариваем, и это все, ну, с точки зрения профессиональной деятельности, оно помогает, вот только так. У вас музыканты, мы знаем, очень профессиональные, как бы, подобран уже такой вот, как бы состав очень профессиональных людей, расскажите о них. Ребята все очень хорошие, и, в основном, все они приезжие, они не москвичи, с различных городов, регионов России, и даже, вот у меня была саксофонистка, она долгое время со мной работала, Катя Орлова, она ваша землячка, она из Днепропетровска девочка, вот, и сейчас просто, ну, она вышла замуж, родила дочку, и она у меня новый, как бы, человек, вот. Но, в основном, люди это, я подбираю по такому принципу, что должен быть какой-то, ну, легкая доля фанатизма кого-то. Человек должен любить то, что он делает, не только за деньги, и не только за, как какие-то блага, но должна быть какая-то любовь к этой музыке, к этому жанру, вот, и вот к этой работе, потому что она, на самом деле, нелегкая, и, вот, мы же сейчас проехали 10 городов практически, нон-стопом, каждый день сольный концерт. Сегодня у вас, сегодня вечером мы уезжаем там в Киев, поезд, и мы приезжаем, и сразу уже загружаемся, и Нижний Новгород, тоже Нижнего Новгорода, Подольск, и пошли, пошли, пошли. Честно говоря, вот это вот очень выматывает, и дорога, и все прочее, иногда встаешь в гостинице, на полном серьезе, каждый день новый, встаешь в гостинице, и ты не знаешь, куда идти ночью. Где выключатель? Где, где я? Замуровали демоны. Вот вы оговорились о жанре. К какому жанру вы относите свое творчество? Потому что очень много споров. Шансон, как-то эстрада, вот как-то... Просто я считаю, что это ваше прерогатива назвать жанр, в котором я работаю, и лучше журналистов это никто не сделает, но на самом деле для меня, я определяю это так, это даже шансон с французского переводится, как песня. Это просто песня. Для меня, допустим, какие-то иконы в этом стиле, то, что касается западных, современных музыкантов, это Игору, это Иллуис Мигель, это Лара Фабиан, которая гастролирует сейчас, и это Патрисия Касса, это тоже шансонье. Они, Лара Фабиан пишет сама тексты, это... потом они ложатся на музыку, и получаются прекрасные, великолепные вещи, очень глубокие тексты, то есть это музыка для сердца, для души, наверное, это музыка, наверное, для души, слетая сердце. Вот так можно определить, если так образно сказать. А какой это жанр, ну это же, как ни назови, в принципе, по большому счету, не столь важно. Поделитесь, что вы чувствовали, когда вам на сцене Кремлевского дворца вручили шансон года? Ну это уже не первый шансон год, на самом деле, уже третья премия. Очень приятно было, и как раз началось с дуэтной песни. Это с Таней Булановой мы спели «Цветок», «Цветок», это моя песня, я написал ее много лет назад, не так давно, лет пять назад, а сегодня очень приятно, что уже залы со мной поют эту песню, потому что я говорю, что вот могу я спеть дуэтную песню, но Таня-то нет с нами, Таня занимается своей гастроливанием и своя жизнь концертная, и женщины из зала кричат, да мы сами споем, давай, Серега, заводи, не сойдутся, Москва с ней, увы, все хорошо. Зал помогает, это прекрасно. У вас клипы очень красивые, а в кино вам не предлагались? В кино предлагали много раз, но я считаю, что либо делать это очень хорошо, либо делать это как Богдан Ступка, или это вообще не делать лучше. У меня такое мнение, поэтому я не лезу в кинематограф, сознательно у меня в своей профессии хватает забот, и не хватает времени на самом деле. Может, немножко о сегодняшнем концерте, какую программу? Сегодня программа будет интересная, насыщенная, помимо новых совсем песен, которые войдут, песни из новой программы, которую я записал с симфоническим оркестром, на студии Мосфильм, это лучшая в Европе считается студия, сейчас одна из лучших, по крайней мере, в Европе, с плетневскими музыкантами, с симфоническим оркестром, Сергей Сергеевич Скрипка, это дирижер, мы презентовали его в Санкт-Петербурге, вот песни некоторые, они войдут в сегодняшнюю программу, сразу будет слышно развернутый оркестр, симфонические красота, там все, но войдут также песни старые, которые уже люди полюбили, здесь в Украине, без которых я не могу просто провести концерт, потому что люди их выведут, они хотят, вот та же, вот эта женщина, краденое счастье, и как без нее, там, и за той волной, и вот все какие-то такие песни, на стихи Есенина, прощание с Ассидорой надо будет спеть, скорее всего, ну, как-то вот так вот, по ходу, такого плана нет на самом деле, мы вот смотрим по ходу, вот как люди реагируют, какое вот движение, и так вот делаем программу, по ходу устраиваем. Если можно немножко о вашей семье, мы знаем, что вы работаете плотно с женой, с сыном. Ну, я бы не хотел вопроса семьи, потому что и моя супруга против этого, она считает, что все-таки по большому счету, ну, какие-то вот такие интимные вопросы, пусть они останутся где-то за кадром, и не надо их, как бы, я могу вот сказать о родителях, что мама с папой живы-здоровы, слава богу, живут в Сибири, в Новосибирске, продолжают трудиться, вот, и все хорошо, я вот этому рад, жду их в гости сейчас на Новый год, на Рождество. Да, может быть, о планах, вы тут же немножко сказали по концертам. Да, планы, единственное, вот мне самому очень обидно, это связано с разрозненностью информационных источников, что вот как в Беларуси, в Беларуси там идешь, шансон, шансон ТВ, люди во всех городах, они знают, я сейчас сразу беру 10 концертов, 10 городов, и еду спокойно, полный зал, там подставные стульчики и все прочее. К сожалению, в Украине так не сделаешь, потому что, как каждую область, каждый город обслуживает, какая-то одна радиостанция, и разрозненность такая получается. И поэтому, может быть, с этим связано, что вот за столько лет творческой деятельности, вот я впервые в Украине, хотя это отчасти по маминой линии, это моя родина, тоже огромное количество у меня родственников, здесь в Нежине живет, еще в каких-то городах, это самое, надо будет восстановить все это. И поэтому, первый концерт, ну и дай бог, что все хорошо пройдет, а в следующий год, вот с ребятами, которые организаторами являются, и боссами местного шансона, мы планируем, какие-то планы есть далеко идущие, несколько городов, вот, и дальше, 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 немножко, ну, показать хотя бы людям творчество, то, что называется, чтобы это не прошло, как бы бесследно, чтобы, по крайней мере. Альбомы? Альбомы, да, и диски я привез, какое-то количество, вот, и ребятам здесь с радиостанции презентую, и будут новые песни звучать в эфире. А еще, может, с кем-то дуэтом, например, это не было, они будут? Хочется с кем-то из украинских звезд, на самом деле, попробовать, но, постройку, да, постройку, поскольку, тут очень сильно, я знаю школу, я с удовольствием смотрю, вот, эти ваши какие-то, как вот, раньше я это называл, соломы ищем таланты, я даже не знаю, как это у вас называется, да, какие-то, да, люди, вот, приходят, врачи, там, учителя, голоса, там, все это, достаточно, там, высокий уровень исполнительского мастерства, вот, но, и в принципе, ну, я вот знаю, с Украины у нас не так много доходит тоже информации, Таисия Павали, там, и Анна Лорак, вот, пожалуй, вот, из мужчин даже, как бы сказать, что вот у нас так особо раскручен, тоже вот сложно, поэтому, вот в этом, да, вот в этом есть такая проблема, и поэтому я считаю, что вот такой-то обмен артистами, он должен быть, то есть, мы будем к вам ездить, и с удовольствием ждем в России, и ваших артистов, это так должно быть. Видно невооруженным глазом, что вы в хорошей физической подготовке, вы занимаетесь спортом, каким, вот, и как вы успеваете разделять? Дело в том, что, то, что спорт, заниматься спортом, это очень сильно сказано, потому что мы же в дороге постоянно, мы, там, конечно, у нас такая есть, как сказать, народная забава, в коллективе, мы играем в какую-то игру, например, в карты, кто проигрывает, там, кто-то отжимается, или делает пистолеты, там, сколько-то, 20 раз, 30 раз, таким образом, особенно у нас в хорошей форме девушки, они всегда проигрывают в карты, они все отжимаются, пресс прекрасно, все там, это самое, вот, а так, если кроме шуток, стараюсь, действительно, заниматься, там, и бассейн, там, и зал какой-то, и баню очень люблю, но времени, как бы, на это очень мало, сейчас, такой январь, более, может быть, будет раздруженный месяц, там, займусь спортом, все, а так, это все в дороге, в гостинице, ну, и помогает то, что раньше, действительно, я фигуру занимался, так, скажем, лет до 25, поэтому, на старых дожжах, я занимался борьбой, борьбой, да, я кандидат в мастера спорта, официально, да, я выполнил в 16 лет, как бы, вот, получил это звание, выиграл какие-то турниры, молодежные, ну, есть и медали у меня, и ленты, ну, сейчас, стоит ли там вспоминать об этом, это же было когда-то. Что вдохновляет вас, и вообще, как песни пишутся, вот, вы садитесь и пишете, или ждете, когда музыка... Это сложный вопрос, на самом деле, я думаю, что многим артистам его задают, особенно авторам, исполнителям, не скажешь однозначно, и, наверное, не стоит разверто отвечать на этот вопрос, потому что, это как, это знаете, это сравнимо, вот вы же пишете, да, допустим, там, редактор говорит, надо написать там эту колонку на такую-то, такую-то тему, а вы понимаете, вы приходите домой, а вообще не хочется, а сегодня еще встреча с девушкой, запланированной, еще мы в кино идем, в театр, вы откладываете на завтра, и уже потом, ну, как правило, это уже поджимается, ну, все, уже садишься, начинаешь, и вроде вдохновение появляется, так же и здесь, то есть, такого нет, что специально, что-то там сесть, это так бывает, как-то вот, само собой, все. А, знаем, что у вас есть диплом журналиста, это как-то в жизни вам помогло, в творчестве? Конечно, помогает, и, во-первых, общаться с журналистами на одном языке, вот, и потом я знаю, вот, и печатное дело, когда в далекие 90-е, у меня был такой опыт, даже небольшой, очень интересный, я сам издавал газету, а в районном центре я жил, и сам издавал газету, это начало самое 90-х, она называлась «Искра», «Искра», ну, как вот, с аналогией, причем все материалы, я писал сам, культура, спорт, там, политика, все писал сам, подписывался разными псевдонимами, а как раз тогда был увлечен, мне было там чуть больше 20 лет, я был увлечен творчеством Анре де Бальзака, и я подписывал там, допустим, статья там о сельском хозяйстве, Эмиль Бланде, Анри де Марсе, и мужики-то крепу чесали, ну, что за журналисты у нас в районном центре, прикол был, интересно, но там три выпуска всего вышло, это самое, и пользовался на популярность, но я всегда любил стебаться над этим, прикалываться, и когда меня попросили, а что же, напишите, самый яркий вот отзыв о вашей газете, вот напишите, я говорю, самый яркий, наверное, бабушка какая-то купила, а что, как приложение к районной газете, и говорит, вот газета хорошая, вот сынки молодцы, сейчас уточку заверну. Сергей Степрович, вы один из тех артистов, которые собирают большие залы, вот, как настроение сегодня? Хорошее настроение, я не скажу, очень хорошая такая реприза, что большие залы, действительно, это касается России, Беларуси, но в Украине нет, в Украине, честно скажем, меня не очень хорошо знают, знают какие-то песни даже, и на уровне такого, о, а я не знал, что это вы, это вы поете, это же, а я не знал, вот, пока знание вот на таком, я надеюсь, что с вашей помощью, тоже, как-то, творчество это пойдет в массы, и будут знать побольше, но, на самом деле, вот, большие такие залы, камерные, я очень люблю, я очень люблю на концертах, чтобы у меня была неформальная обстановка, у меня на концертах мужчины и женщины, приглашают, они танцуют, как-то свои эмоции выражают, ну, в общем, вот, 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 неформальная обстановка, поют, люди подпевают, ну, это мне больше нравится, нежели вот, когда все сидят, вот так вот, не слушают, концерт. Интересно, как вам подлонницы, ну, может, любви признаются, какие такие интересные ситуации были, когда вы приезжаете, вас как-то так необычно встречают? Или, может, в гримерку там вздирали? Ужасы бывают, какие-то такие вещи, это действительно, я лично не считаю себя относящимся вот к этому мейнстриму, которые там каждый день показывают про ТВ, там, это самое, каким-таки таким звездам, которые вот тинейджеры любят, там, и все прочее. Ну, такие эпизоды совсем уже зря довон. Там вот женщина какая-то сейчас одолевает в социальных сетях, она поменяла фамилию, сменила паспорт, поменяла фамилию, пишет, что мы, на самом деле, жена твоя я, и я ты самая, а у меня супруга Лена, и как бы, сын уже взрослый, она пишет, это наш с тобой сын, а Лена тут ни при чем, и я говорю, Ленка, ты в курсе, Ванька, не от тебя. Вот если вы говорили, да, о социальных сетях, вас принципиально там нет? Не то, что принципиально нет, у меня просто есть профессиональные люди, которые занимаются и в Одноклассниках, и там, в Фейсбуке, везде вот таких, есть группы, и люди, фан-клубы, которые занимаются, очень хорошо знают и мое творчество, и мои планы, и мои это самое, у меня просто сейчас сказать нет времени совсем, нет времени, вот мы сегодня приехали в город, сели, вот какой-то понаселенный пункт, коростень, что ли, да, приехали, да, приехали сюда, вот сейчас кушаем, сейчас едем на площадку, звук отстраиваем, концерт, потом в Киев, потом на поезд, и дальше, и так, когда этим заниматься, вот, это же нужно время уделить, людям там, и все это же, там не отпишешься, там в один раз, поэтому, а еще повсеместно, вот особенно в дороге, там то в Wi-Fi нет, никакого интернета, ничего нет, потому что. Скажите еще, вы говорите о музыкантах, что у вас, в чем музыканты, а вы сами играете на каком-то музыканты? Я играю, я играю на гитаре, я играю на фоно, но не столь профессионально, сколько мои музыканты, которые занимаются этим, то, что называется, эксклюзивно, но, как бы, инструментами владею, и, ну, иногда так, по охотку, в охотку люблю взять, там, в концерте гитару, что-то сыграть-то так. А может, на каком-то инструменте мечтаете научиться играть, есть вот такое желание? В то время очень сильно мечтал, сейчас немножко пыл спал, это когда вышел фильм «Гладиатор», это дудук, это дживат-гаспарян, просто сумасшедший инструмент такой, но когда я просто взял этот инструмент, сам попробовал, потом посмотрел, как играют люди, ну, я сразу оставил эту мечту, думаю, как бы, как из кинематографа, в общем-то, надо или играть хорошо, или, ну, как бы так. Вот. Руслан. У вас очень активный график по жизни, и много очень, она талантливая, есть молодежка, сейчас, но некоторая молодежь сдается все-таки, и не достигает того, чего бы хотела. Скажите, пожалуйста, что именно, ну, главная мотивация у вас по жизни, и может, вы посоветоваете нашему поколению, чтобы, как они себя мотивировали, если хотели бы развиваться в музыке? Спасибо большое, очень хороший вопрос. На самом деле, действительно, посоветовал бы не сдаваться, если есть, если есть талант, если есть потенциал какой-то, вот это, сдаваться, это хуже всего, лучше, как-то, переждать какие-то, вот такие лихие времена, и у меня тоже они были, тоже в Москве, там меня никто не ждал вообще, мне даже пришлось поступить, вот, с этой журналистикой, тоже, вот она постоянно идет бок о бок, в институт молодежи, я, собственно, вот я клянусь, я поступил ради того, что вот у меня, чтобы общежитие было, потому что я в Нессеньке, там не предоставляли, у меня никого родных там не было, в Москве, на тот период, и поэтому, и я работал и охранником, и завхозом, и это самое, вот занимался музыкой, то есть какие-то те профессии, которые приносили какую-то, минимально какую-то денежку, но которые позволяли бы заниматься, продолжать музыкой, вот, и столько лет прошло, как бы, если человек молодой, он готов, как бы, к этому пройти, не то, что сразу, там, раз, заметили, хоп, контракт, хоп, там, уже зал и поехал, это, ну, это лучший вариант, на самом деле, я не говорю, что надо, вот, допустим, как я там набивать шишки, там и все прочее, но вот если такое желание и стремление, и чувство, что это вот твое, сто процентов, надо просто двигаться и все, не обращать ни на кого внимания, ни на какие досужие разговоры, что там получится, не получится, надо просто идти к намеченной цели, и все получится на самом деле. Последний вопрос, или мой друг? Последний вопрос, наверное, на ваши пожелания, житомирянам и всем украинцам, которые увидят в интернете, захотят прийти на ваши концерты. Пожелание одно, приходите и с удовольствием слушайте прекрасную музыку, красивые песни, голос, это, наверное, единственное, чем мы можем вас порадовать, и делаем это с огромным удовольствием, потому что я все-таки считаю, нужно расширять ореол знания музыки, и слушать и белорусских, и российских, помимо своих местных исполнителей, это тоже того же самого желаю и нашим россиянам, что пусть больше украинских артистов приезжает к нам, дают гастроли, ездят по городам, этого очень сильно не хватает, ну, допустим, тоже наш Советский Союз, там какие-то были минусы, но это был огромный плюс, что люди свободно ездили, артисты из города в город, и они не говорили, что сюда очень сложно приехать, а сюда нет, а просто приезжали и в Украину, и в Белоруссию, и в Казахстан, и в Молдову, и давали свои концерты, и люди с удовольствием слушали. Музыка, на самом деле, в этом случае, она должна играть роль объединительного фактора, она должна объединять людей, объединять людей, политика вот их разъединяет, а музыка, концерты, эстрадные должны объединять. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Приезжайте к нам почаще, мы очень будем рады вас видеть.